Дорогие друзья, привет всем! Я Алексей Самотеев, популяризатор математики среди детей и взрослых. Возможно, вы видели мои лекции в интернете. Но здесь я хочу сказать, что я отец четырех детей и очень волнуюсь о безопасности, ну и вообще комфорте, передвижении. Про безопасность я уже говорил. Теперь давайте я поговорю про то, что происходит, когда вы, дорогие водители, стараетесь обмануть пробку. Вот что тогда происходит. Я помню такая ситуация. Мы возвращались с Байкала в Листьянке, в Иркутск. Значит, ехали из Листьянки, в Иркутск. И была мертвейшая пробка на расстоянии 20-30 км квадрат, многочасовая. Почему? Мы думали, какая-то авария. Вот не авария. Знаете, что было? Что происходило на ней? Люди в бешенстве начинали объезжать по обочинам, по встречным полосам, кто где только мог. И вот там в конце, там где уже все сливается в одно, в том месте, в том ключевом месте, в самом конце, они въезжали вот так вот, естественно, раздвигая во все стороны другие машины. И вот этот момент, когда вот эти вот хамы, люди, которые считают, что они имеют право вот так проехать, начинают сюда въезжать, они же не просто въехали и поехали, они затормозили весь поток на всю длину. И в результате получается, что пробка с каждым таким хамом еще и еще вырастает. То есть, грубо говоря, если бы все спокойно, чинно вот так вот ехали по двум имеющимся полосам, то экономия для всех абсолютно была бы, часа была бы, но была бы небольшая пробка, как обычно в воскресенье бывает. Но как только есть, некоторый, очень маленький процент вот таких вот выделенных людей, тут же все встает. Тут же. Здесь от того, что едет до того, что встает, буквально обмашабывает. Раз и все. Ну и, к сожалению, такое бывает и в других городах. Далеко не везде водители вот так дисциплинированы, чтобы понимать, что не надо обманывать, вы делаете хуже. Своим обманом, да, вы себе делаете чуть-чуть лучше, но другим вы делаете настолько сильно хуже. И этих других так много, что не надо, надо вести себя оперативно. Понимаете? То есть, как бы, вот этот маневр вам потом, так сказать, как, если вы верующий человек, то вас за него не погладят уголовки. Если вы какой-нибудь там буддист, вы карму себе испортили, да? В общем, если вы просто приличный человек, вы должны понимать, что вы живете в городе с другими людьми. Давайте как бы вежливо поступать, да? Вот, поэтому не надо так делать. Я обращаюсь ко всем. Не делайте так. Не занимайте, значит, не мешайте пешеходам идти, не занимайте обочину. Кроме того, это опасно. Легко соскользить можно одну сторону. Соблюдайте правила.